итак это возможно единственный полноценный обзор на чекен макс из бибигона и бигон это такая сеть в общем такие будки быстрого питания они по городу есть стоят в общем и это стоит 750 тенге я помню даже по моему вот когда даже 450 помню стоил или даже 400 помню он стоил уже вот 750 но это было там четыре года назад где-то вот так вот он значит по размеру вот такой вот моя ладонь мне вообще ладонь не такая большая но я просто одной рукой держу телефон я даже не знаю как вам его в общем показать какого он размера он вообще если вы когда-то ели шаурму ну которая в лаваше донер в общем называется то он явно меньше где-то на на процентов 20 меньше чем шаурма ну или же донер именно вот который в лаваше не который в этой в лепешке который в лаваше в общем вот так вот его делают где-то ну минут десять что очень по правде говоря долго потому что тот же донер практически в любой шаурмечной ну в общем который в лаваше опять же я буду гордонеры шаурма но вы понимаете что это я говорю про то что конкретно в лаваше просто допустим тот называет шарма кто-то называет донер вот так вот его обычно делают ну минут семь это прям самое дольше и чё и а тут его делают но прямо очень долго причем это смотря сколько народу стоит и ждет свои заказы потому что от этого тоже зависит то насколько быстро вы получите свой долгожданную еду но она в принципе не такая уж и плохая но насчет лаваша скажу он короче он как будто бы в муке и когда ты его ешь она прям чувствуется что он как будто в муке его вот обмакли или как как сказать правильно обмакали вытрясли но там какая-то часть муки осталось все таки и в общем это как вот так вот хотел дорогу перейти чё-то не судьба видимо вот так вот в общем сейчас я подожду пока машины проедут чтоб перейти надкусить и вам рассказывать потому что внутри внутри вообще единственно в принципе не так все плохо потому что тут я не знаю вам меня слышно или нет но в общем сейчас стараюсь место найти хорошее блин что везде ветер в общем там внутри филе в кляре ну или же это наггетсы внутри потом помидор лист салата его прям там очень много короче из-за этого мне не нравится вы правде говоря потому что ну лучше бы они там помидор или огурец по короче сейчас я откусываю а то я уже забыл чё-то внутри ну отключил я его значит там соус ну соус неплохой но он такой приторный прям ну и лаваш он вот постоянно какой-то муки прям невозможно ну и салат но салат сейчас он не чувствуется потому что его не видно он вот такой зелененькой чуть-чуть торчит так его в принципе я бы сказал что нету пока это первый раз я откусил а его еще вон сколько посмотрите это сейчас я сам разбежу вот что это это короче там походу еще огурец вот это затем зеленые и вот красное вот она это помидор ну в общем единственное в чем минус от шаурмы это нет картошки free это не всегда ее ложат и наверное вот это корейская морковка но это же опять же не всегда ложат но мясо очень много я вам сразу говорю соуса много и минус я вам потом его расскажу когда буду доедать ладно скажу он в общем потом под конец он как-то разваливается и и не за короче вот ты ешь да и он как будто вот мой один наверное из четырех раз да даже нет из пяти наверное раз это его доедаешь и руки у тебя короче чистые один из пяти то есть 20 процентов случаев пошел салат много так извините что отвлекся а то есть тоже хочется вот тут еще капуста наверное это или да там по ходу капуста еще то нет ни капуле это салат короче какая-то белая штука по моему капуста это прям очень на капуста похоже да это наверно как блин капу серьезно я даже так много раз ел вот не обращал внимание ну видите огурец он какой он тоненький тоненький то есть он даже не половинка ну то есть в донерах там его режут тоненько но его там много а тут он как бы и не тоненький но его как бы не так много ну вот помидор пожалуйста кто хотел помидор вообще по большей мере сухость зависит от вот типа таких вот ну не блюдо такой еду такой еды зависит вот количество дней чего помидоры и майонеза ой нет помидоры и огурцов там короче когда огурцов мало или совсем нету но это не совсем критично а вот когда уже когда уже дело касается помидор то они ну от них очень зависит сухость товара вот это наверное зелень просто знаю короче ну все равно блин там огурец капуста что еще огурец капуста салата но это салата есть точно а то я забыл что как он называется в общем сейчас по-быстрому не получится доесть но потом да запишу еще что с ним в конце потому что это в принципе важно все вот он в таком состоянии блин там не видно где он ну короче где вот у меня вот этот палец вот тут вот он заканчивается камера я показать не могу руки кривые вот где он тут заканчивается вот где пальцы на показано тут заканчивается вот я его сейчас дохаваю и вернусь я в общем его уже вот доедаю там уже снизу подтекает о чем я и говорил про комплект ну поставки или как сказать конечно же салфетку потом вот такая вот бумажная упаковка для самого продукта ну виды которая будет поставляться ну там с принтами вот этими baby gone конечно этот для рекламы чтобы вот вы выкинули там baby gone и большой пакет который дают вместо полиэтиленовым полиэтиленовой маечки шаурмечных он настолько ненужный то есть ты его в любом случае выкинешь он огромный ты его в карман никуда не положь ну чтобы там я часто вижу что по городу они нам просто там валяются потому что ну пакет допустим ты донер купил в одном пакете ты его ешь другой пакет но он тебе не нужен потому что в нем как бы подразумевается что если ты берешь с собой ты должен его нести ты его там взял скомкал вместе с салфетками потому что же не будешь вместе с салфетками жрать конечно ты положил все в карман а этот пакет от baby gone это его не положишь в карман потому что он бумажный как бы ну да там с одной стороны экология то все ну с другой стороны какая же эта реклама вот я где не хожу не сказал что где угодно ну большинстве мест я замечаю вот эти вот бумажные красные красно-белые пакеты и сразу узнаю что это baby gone вот так что я перестал есть вот соус тут вот тут соус протекает вот так вот окей что одной рукой им мне как-то аккуратно даже получилось чем двумя что обычно когда я ем у меня он прям чуть ли не к этой бумажке лаваш этот приклеивается я уже со скребаю весь соус ну вот соус уже на бумажке я все съел вот принципе больно нормально потом вот это вот так вот берешь берешь вот так вот и берешь горстку салфеток в рот вытер и тоже все выкинул и все ну за 750 в принципе я доволен есть еще правда в одном месте самса за 350 на прям очень неплохая сейчас я уже не хочу говорить потому что я уже поел в общем все